я задаю вопрос всем военным но не только всем военным но я всем своим гостям стараюсь этот вопрос задать если речь идет таких общественных общественно-политической тематики вот но вами этот вопрос тоже на прошлых эфирах задавал в каком вот в каком этапе войны вы как военные вот мы находимся вот как вы как вы видите там соотношение сил там да вот условно говоря что способна сделать россия что что не способна сделать россия там украина соответственно вот к чему мы подошли мы подошли я бы так сказал что между нами не река между нами скорее болото и вот что они вязан в этом болоте шума вязан в этом болоте это реально болото я например за эти два года видел все кроме ядерного взрыва но имитацию на краховской я видел видел огненный вал все артиллерию самолеты вертолеты кабы в эти воли да я уже все видел еще и но если по духу ну все нормально в каком состоянии назад мы точно не собираемся и в обороне зарыться закопаться мы закапываемся зимой летом могли закопаться хочу мы летом не копались у меня вопрос там на фейсбуке там где-то там показывал там земля такая там ходить невозможно и ты в дождь снег трактористы естественно те не приедет когда солнце светит потому что какая-то хрень прилетит он едет когда дождь когда снег чтобы не видели он роет эти позиции и свалят а тебе надо их облагородить закопать замаскировать и все остальное и все но есть где это делается есть где-то не делается но инженерное обеспечение как мы сейчас понимаем это выходит на 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 главный этап и шо ну они бы кинуть ядерную бомбу нет уж они сделают а мы что сделаем но даже если у нас там минимум снарядов но мы все равно стоим мы же там не уходим никуда а такого что мы вообще не будем иметь такого нет уже и снг и ну как правило там хорошие спритни командырованы соберут летен за там на двадцать пятьдесят во скейки пятьдесят по факту 100 бы мы же украинцы да есть такое мне многие рассказывают по этому по документа боеприпасов нет а почему-то все стреляет да 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 мы мы такими просто так там негата мы знаем куда стреляем ну короче говоря вот мы в болоте то есть по большому счету в болоте особи сторон да а далее включаются зовнишние чинники те про який вы кажете там че макрон же той ну для як я розумію наша перемога це вісім червоных линей в америкосовец квантовый компьютер они его складывают и кажут вот в такие то певные точки в такие то певный час вісім червоных линей сходятся и вы перемогаете на яких умовах ну напевно что на их и поки что наприклад пройшло пять и мы говорим ну украинский народ готов ну ну что за фигня чего вы нас тормозите дайте зброю мы то питание закинчиваем они каже вы знаете поки экономическая ситуация не такая в россии поки геополітичная ситуация не такая поки там то поки иран поки то все и коли воно все згодится тоди вы переможете а ну правильно ставить наш президент питание а нам что делать в этот час помирать далее ну что нам делать ну 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 как и тому вот начинается у нас слава богу мы робим ему все тьи мпз мы робим о си дроне на море и всю историю про ту яку вы кажете ну зачем там там мы мыслями себя у нас все хорошо у нас знаете как вышло с тем ну вы выходите бежать вы выходите бежать дистанцию кажем бежим 300 метров все хорошо побежали бежим 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 300 кажем не не на 300 320 это говно вопрос 320 пробег 20 то бежать не не на 320 а три километра 200 и в тебе уже мозок в тебе організм починает как иначе працювати правда потому что я реально пробегу да а потом ты пробегаешь 3200 и тебе кажут 5 а можливо після 5-10 вот так мы зараз и идем якби нам ну влада вийшла сказала да у нас война да мы маем зробить кинцева мета я підтримую 91 рік и сейчас расскажу чему и ту формулу мира и у нас кинцева мета зробите 100 км демилитаризовану зол она уже в Росії знищите повністю флот російський все НПЗ то чим зараз занимается максимум тигр заезжает на 800 км а даже а далее стоять у тих корейские всякие модные штуки які по телекамері розстреливают будь кого все 100 км а что таки ну 91 рік помните вы меня тоди я сказал там там треба ляжем Президента можно сказать я могу уйвить собі мы выходим на 91 рік мы ссидаемся за стол перемоги ну вы я то есть Украина Росия Америка и и все знают что кордоны 91 рока признаны 197 края правильно правильно мы сидим у нас білий аркуш тих 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 усіх білий аркуш и плюс десять питань формули мира ну это фактично створение нового ООН там что как они его назвать новая система безопасности всех все облаштовывает всех все облаштовывает но не сейчас мы выходим на кордоны 22 лютого 2024 рока что происходит за столом перемоги сидим миру там оформлено как они это называют заморозки ну как они это называют подморозки подморозки да сидим мы у нас в зубах эти мінские соглашения 2 кацапы сидят Франция Німечина штатів нема и не факт что их еще допустят до того стола что мы выйдем на 22 рік если мы сейчас морозимся нам это треба не если мы сейчас морозимся соответственно план только у штатах потому что они наши наиболее доноры все решта сидят и ковтают поветро поэтому штаты в любом случае будут за столом вот и кому это треба им и они что делают 8 червоных линей складывают все будет хорошо а теперь другая это первый главный момент а теперь другий момент формула мира если мы остановимся на 91-м году все эти страны в свете подписывают потому что они понимают что кордон не порушивать не можно а сейчас есть вопросы у Китая до Индии у Индии до Пакистана у Пакистана до Ирака до Израиля вообще у всех есть вопросы по кордону правда ну и в Европе появляется 6 или 7 стран не подписали нашу формулу мира у меня питание ну з Угорщина ясно у него там на шалику все написано завтра ясно а поляки вот поправьте якщо якщо не подписали слава богу але здаясь это не а в кого претензии территориального поляка до немцев до чехов до словакии нету до нас до Белоруссии до Кацапева чего они не подписывают у них нет территориальных претензиях ну а это и есть формула мира бо коли людина все в свете будут знать что кордоны порушивать не можно если мы зафиксируем какие-то другие кордоны то ну все гуля у всех руки развязаны вы можете творить что хотите а зараз поки что все стоит на на порушенности кордоны и весь видовый то и устрый порядок но погодиться это звичайная логика цены там ее политика ну смотрите это в это звичайная логика но к сожалению значительная часть государств они находятся в логике реал политик ту которую мы тут тоже 250 раз разбирали и поэтому они смотрят на на нашу войну абсолютно других позиций ну других то что типа это ваша война на Индонезия тоже самое нам нам по большому счету плевать у нас есть свои интересы в своем регионе и нам бы нам тут хорошо